На сцене все должны максимально жить, максимально расслабленно реагировать на все, что происходит на сцене. Потому что каждого человека видно, и он должен играть каждую минуту, даже когда на него никто не, казалось бы, не смотрит. Про образ. Чтобы образ был естественным, его надо не просто перенять привычки, а влить в себя. Что значит влить в себя образ? Почувствуйте этого персонажа, подумайте, чем он живет, какая у него цель. Поймите, что эта цель была бы важна для вас. Скажите себе, а если бы я был 11-летним мальчиком, что бы я делал? А если бы меня убили всю семью, что бы я делал? Вот. А если я мстил, понимаешь, в условиях, если у меня еще много-много если. Вот. Пытайтесь привожить максимум усилия, чтобы понять своего персонажа и хорошо сыграть. И еще. Если сценарий уже написан, это не последняя инстанция. Вот он распечатан, лежит в ваших руках. Поверьте, что если вы найдете прямо вот на репетициях, найдете какую-то классную фразу, абсолютно классную идею, которая намного приятнее ложится на вашего персонажа. Вот вы сказали эту фразу, она намного ярче, чем написана в сценарии. Конечно, берите ее, потому что сценарист писал в 3 часа ночи этот сценарий. Конечно, он ни в какие образы не входил, ничего не пытался там почувствовать. Вот. Вообще, на самом деле, я скажу, что маленькая еще про команду. У нас многие приходили люди в команду, говорят, Боже мой, у вас же нет дисциплины. Ну, у нас очень мало дисциплины в команде. Ну, как? Достаточно. Достаточно уровень для того, чтобы все нормально общались. Не только поза РБТТ, а еще и на репетициях. Почему? Потому что, ну, люди редко видятся, они не должны сдружиться. Они перед репетицией садиться, мы перед репетицией садиться, бить чай, обсуждаем насущные проблемы, там, кто что, там, костюм какой-то пошел. И это важно, потому что, во-первых, человек раскрепощается перед репетицией. В этом не может с мороза прибежать и сразу «О, играй, камни-то! О, камни-то!» Как же человек-то? Вот. И многие очень шутки рождаются прямо вот на флуде, на репетиции. Вот думаешь, «О, флудит? Ну, как хорошо!» Понимаешь, в сценарий вписываешь? Хорошо ж, люди флудят иногда. Все ж творческие товарищи. Вот. Когда... То же самое. Когда вы репетируете, не заучивайте свои фразы, позы, жесты наизусть. Вот я в зеркале увидела, если я подниму руку так, то оно будет отлично смотреться. Я каждую репетицию прихожу и так... Сюда. Вот. Нет. Вы приходите на репетицию каждый раз, ищите какую-то новую, совершенно новую вариацию вашего голоса, вашей мимики, вашей позы. Даже не ваше положение на сцене, это уже режиссер вас наругает. Вот, куда-то пошли. Каждая новая вариация Она вас раскрепостит Она сделает вас Более подвижным и на сцене Готовым к импровизации Потому что на сцене всегда Люди должны быть готовы к импровизации То есть может же любое случиться А вы будете такой Легкий на подъеме, а я руку сюда Поднимаю сюда и сажусь И все что хочешь делаю Что еще? Ну конечно, например, когда Вы ведете какой-то длиннючий диалог И все стоят на месте И думают, что они ставят Не господственку, а в принципе аудиокнигу Ну понимаете, зрители Они не слушатели, они как бы хотят видеть Вот вы ведете там Длинный-длинный-длиннючий диалог Постарайтесь включить в него действия То есть конечно Ну вот видите, не прыгайте, не бегайте Когда у вас микрофон на шнуру А то постарайтесь включить действия Только они должны перемешаться с фразами То есть или действия до фразы Или действия после фразы Например, я говорю Дай мне печенье Ну не так по-хазушному Ну я думаю, вы сможете это Амазбай Потому что если я буду там делать резкие жесты И еще и говорить То может быть все смазано, сбито Вот это еще проблема Ну надо научиться тогда бегать И делать разметки голоса Вот И еще Ваша сценка будет намного интереснее Если добавлять в нее больше, больше, больше музыки Интересной Саундтреки Классные Вот Кстати, когда вы вставляете саундтрек Там, допустим К вашей сценке Обалденно, обалденно подходит Ваша любимая песня Золотые капола То есть вообще подчеркивает Но запомните, что вот анимешники Они, как правило, сидят в зале Вот Они слушают Что они слушают? Анимеосты Слушают какой-то джей-рок Там Какой-то Корейшина Ну не приведи к господи Корейшина, да Там Какой-то обычный рок Там Брит-поп какой-нибудь Вот Им должно комфортно быть в этой музыке Потому что музыка, она влияет Глубже на человека Она влияет на его подсознание И некомфортная музыка Сразу негативное впечатление о сценке То же самое Например Включаете в сценку побольше танцев Открываете сценку Пафосный танец Ну не пафосный Знаете Побольше простых движений Главное, чтобы синхронно Оно очень красиво смотрится Оно выгодно смотрится Когда при закрытии сценки Пафосный синхронный танец Только его надо отрепетировать Потому что в танце уже Никакая импровизация не катит Там кто-то сбился И начинает там Ну бывает такое Вот Хорошо отрепетируете танец Очень много раз Очень много раз Отрепетируете танец Можно вставлять постановочные бои Постановочные бои Это уже крутая штука Только Я Ну сейчас все побегут Ставить постановочные бои Я просто Скажу, что Это очень серьезная вещь Там бывают Травмы Действительно Малосовместимые С жизнью Анимешной радости Чтобы кто-то Да Сразу вопрос по постановочным боям Чисто интересно Какой Вот Есть оружие Изготавливается Из различных материалов Какой материал Лучше всего Безопаснее всего Использует при постановочном Ну Картон развалится Ну конечно Сюзстан Несложный бой Вот мы ставили бой По Сулытору Там У Соло Была крутая Картонная Это Но это Очень сложно Надо регулировать удар Если он Действительно Текстолит Очень хороший материал Он лучше чем дерево Потому что он Легкий Да А при легком Оружии Ты не Не разнесешь Чего Комбашку Вот Постановочный бой Как и танцы Надо столько раз Репетировать Чтобы у вас Не только Это было все До автоматизма А еще и Чтобы при каждом Движении Вы не забывали Кто вы есть Вы ваш персонаж Да Вам 11 лет Всю вашу семью Выкосили В этом Солице Или просто Забейте на это все Улыбайтесь В общем Делайте так Чтобы вы красиво Выглядели А не там Ой какое следующее Движение Я боюсь Сбиться Там Ну Очень некрасиво А очень Многие танцуют Такие Каменные лица Такие Господи не сбиться Господи не сбиться Вот Постановочный бой Ну Вы получили ответ Вот Максимально легкое оружие Есть еще ряд вопросов Но я не уверена Что источник Можете Можете После лекции Задать Да Я просто Например Был случай Даже кто-то помнит Мы ставили Обалденный Постановочный бой Очень крутой Перевороты Столько красивых Курбитов На последние репетиции Ну Постановочный бой Ну это круто Типа Последняя Генеральная репетиция Значит Ой даже не размялся А тут у нас Бой идет Ну санга 30 минут Долго Репетиция длится Тут у нас Бой идет Ну давай Быстро Прогоним Ну давай Прогоним Бац И у меня Вырвалось Вырвалось плечо Порвались связки То есть Сценка была Три года назад А плечо В принципе Заживет только Через два года Так что я Очень вас попрошу Очень серьезно Относиться К постановочному Очень Вот Что я еще хочу сказать А Насчет плагиата Пару слов Плагиат Вообще Для вас Должен быть Табу Очень многие Думают Классный анекдот Услышал Его же никто Не знает Я в свою сценку Вставлю его И будет круто Как за шутку Нет Обязательно ползала Слышала этот анекдот Или там Вы хотите Какие-то моменты Из сценки Взять Думаете Господи Эту сценку Где-то в России Или в Америке Ставили Где-то на Ютьюбе Я ее отрыву Никто же Зала не видел Все видели Или там Думаете Я поставлю Классную 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 В стихах Постановку Берете там Ну Долго Не сочиняйте стихи Берете там Сказку Про Федота Стрельца Вставляете Ну Бывает Я например Слушаю сказку Про Федота Стрельца Иду Мне одна я Ну Скучновато То есть Пытаетесь Различать Разницу Между Плагиатом И пародией Пародия Это круто Но Она очень близка К плагиату То есть Т-д-д-н Ну Вот В принципе И все Спасибо большое За Завес Спасибо А У меня все вопросы Есть у кого-то Да Я хотела спросить Вы Я думаю Что Перед выступлением Вы разминаетесь А на что похожи Психологические Размирки Кто-то похож Психолог Была Не Еще Поддержалась Анаст tangent Пол И Как ät